Небывалую радость приносят подарки или дорогие находки. Но неожиданную радость приносят те вещи, которые всегда находились под носом, но мы их не замечали. Всё началось в 2004 году, когда тётя нашего героя умирала. Она сказала Карлу одну необычную фразу – «Загляни под мою старую швейную машинку». Он пообещал, что сделает то, о чём она просит. Швейная машинка, как и многое старьё, было сложено в подвале. Ничего необычного в ней не было. Приподняв её со столешницы, ему на колени упало что-то. Когда он разглядел предмет, на него сразу нахлынули воспоминания, и он заплакал. Это была картина, ещё с детства впечатавшаяся в его память. Леди в пушистой шляпе смотрела на него со стены, когда он жил в доме своей тёти на Стейт-Энд-Айленде. Её муж приобрёл эту приятную на вид картину за 15 долларов в уличной лавке, будучи военнообязанным ещё в годы Второй мировой войны. Но одна деталь, которая сподвигла Карла на дальнейшее исследование своей находки, была подпись Пабло Пикассо на холсте. Если бы не она, мужчина бы просто повесил бы на стене изображение в память о тёте и дяде. Он узнал, что точно такая же воссозданная картина висит в музее Кливленда уже более полувека. Но что-то не давало ему покоя. Он верил, что картина, пролежавшая под швейной машинкой, не просто копия. Наведавшись в один аукционный дом, он обратился к экспертам, но и там его ждало разочарование. Его картину назвали дешёвым плакатом. Карл начал изучать периоды военных лет известного художника и наткнулся на удивительные факты. Пикассо в одно время начал изучать бихромат камеди технику XIX века, сочетающую в себе фотографические процессы и пигментную окраску. Именно это и было отправной точкой для дальнейшего целенаправленного изучения деталей картины. Пигментный образец холста был исследован Кеннетом Смиттом, специализирующимся в экспертизе по искусству. И результаты показали, что картина была выставлена в Европе в довоенные годы, когда в то время там находился художник. Во время изучения поверхности картины был выявлен отпечаток большого пальца. Неизвестно, чей был отпечаток, но все исследователи склоняются к тому, что это отпечаток самого Пикассо. Специалист по трудам Пабло Пикассо Ричард Болье оценил работу знаменитого художника в сумму более 13 миллионов долларов. Неплохой подарок оставила женщина своему племяннику. Неизвестно, как поступил Карл после того, как узнал полную стоимость картины. Может продал, а может быть оставил у себя. Это уже его дело. Понравилась история? Если да, то ставь лайк, подписывайся и делись этим роликом с друзьями и близкими в своих соцсетях. И не забудьте нажать на колокольчик, впереди много интересных историй. Пока!